господь благослови нас благослови продолжить эту тему история в восточной церкви благослови господь нас сегодня действительно в твоем духе святом через слово твое боже видеть и прошлое и день сегодняшний и завтрашний будущее спасибо тебе боже всемогущий за всем благодарю тебя и благословляя великое имя твое аминь приветствую всех братьев сестер приветствую всех вас здесь у меня трансляция что-то прерывается но надеюсь все получится вот приветствую всех кто подключается подключился вот мои смотрели не все полностью но смотрели участвовали тоже оказывается домашние что такое вот только доха пирог не хочет почему-то вообще записывать я такого попила да и вчера вот говоря о истории христианства да я затронул тему как раз остановился на том как раз вот собственно последних уроках что именно на востоке да это очень даже так вот впечатляюще происходил процесс вот такого смешания христианства с язычеством да это запоминаемая тема в общем то потому что я думаю что каждому христианину интересно я делюсь этим еще охотно почему потому что в свое время меня это очень сильно благословила и освободила для меня эта тема не просто даже теория это и моя практика часть моей жизни честной практике религиозной потому что знаете в девяносто шестом году когда вот божье слово вернулась в мою жизнь я тогда сказал богу кое-что своими словами я несколько лет к тому времени не молился своими словами себя дисциплинировал был послушным священнослужителем от которого требовалось именно принципиально не молиться своими словами а молиться только лишь по там текстам определенным но знаете ли меня хватило на несколько лет и к девяносто шестом году я уже просто не мог просто я понимал что что-то не так вообще кризис был такой как служитель у меня очень серьезный я жене уже говорил что она меня понимала что я в таком сейчас состоянии я говорю я наверное просто откажусь от служения уйду со священства потому что ну я просто не могу больше дело в том что так получилось что в девяносто первом году когда меня священники руку лагали последние месяцы были как раз советского союза вот то в общем то ну я обещался да тогда и на исповеди тоже перед рукоположением тоже еще когда был диаконом потому что стал священником тоже что буду держать себя вот в правиле таком в послушании буду молиться только лишь повод молитва слову там канонникам акафистникам там все там как положено и поначалу все было нормально я старался наполнять вот все эти тексты вот своим чувством как бы религиозным но все равно понимаете ли вот не высказанное оно внутри было тем более что если брать еще до того до 87 года когда я начал служить в храме там до 88 когда уже официально уже все там уже уже на полное служение на под на полное время не просто раз два раза в неделю а уже каждый день уже там в храме знаете ли то я тоже отказался тогда от практики там некоторых молитв своими словами но иногда что-то говорю конечно по господу вот и конечно я когда на исповеди говорил тогда священником что моему духовному отцу тогда о своем опыте как я называл бога своим папой и папочкой для него это было кощунство какой-то и он посчитал что мой опыт он негативный опыт и так нельзя обращаться к богу я другого как бы раньше и не знал ничего вот только так вот обращался и стал ломать себя я понимаю что религия она действительно она человека внешне неважно это христианская религия ислам или иудаизм мой товарищ он стал раввином но не мессианским таким традиционным еврейским раввином мы начинали вместе служение он на год раньше начал служение в храме православном тоже тоже и подьяконствовал тогда в конце восьмидесятых но потом из-за столкнувшись таким с махровым таким антисемитизмом вот обиделся перестал ходить в храм вот ушел со служения а потом где-то 88 или 89 они уехали вообще в израиль вот я его больше не видел значит там и а уже увиделись не так давно он уже раввин приехал с израиля закончил там ешиву все там приобщился корням как бы значит да значит там проходил практику в израиле раввином и теперь вернулся в россию значит трудится сейчас в россии вот хасид такой как бы довольно искренний человек вот мы с ним общаемся сейчас значит тоже и вот знаете ли я тоже поймался на том когда мы общались вот последний раз то то знаете довольно странно было он начинал в православии как раз вот и переживал бога по-своему знаете ли но к чему что я понял из разговоров тоже и с ним там и с одним своих и своих братьев у меня один из братьев он сейчас в мечети служителем значит и ренат его зовут еврагимов и он даже свой бизнес полностью переделал под халяль продукты значит и раньше все были обычно у нас советские мусульмане то есть принципе никогда нигде не были никогда у нас и мечети то не было никакой то а сейчас уже две мечети построили наш там и и мои братья некоторые там двоюродные троюродные уже активные прихожане этих мечетей стали вот вот и татарская родня моя имею ввиду вот и знаете ну сейчас религиозная жизнь конечно другая совсем не то что было при союзе и интересно что тоже общавшись и с ренатом в казани у него гостил как раз вот мы общались вот и я знаю знаете понял что вот иудаизм христианство ислам вот и больше и меньше вот как бы знаком с культурой традицией внутренний такой распорядок определенных вот этих религий и знаете религия всегда она внешне человека вот как-то подтачивает под то что как бы существует уже а вера вера она изнутри действует вера она действительно она человека меняют не просто наружу снаружи что-то меняет грани какие-то делают его вот а именно изнутри меняет и я понял такую вещь что христианство настоящие вот как я понимаю это сам христос вот это сам христос это не просто традиция какая-то там а а именно сам христос и он действительно меняет человека изнутри и самого естества вот и знаете конечно говоря о том периоде на котором я остановился да вот 4 5 6 века печально то наверное для меня что христианство стало превращаться именно в религию в систему которая по сути оказалась ну вне христа даже то есть и христос вне этой системы церковь и христос конфликт который новых ужасен конечно вот да и из русских писателей об этом очень четко вот это подметил гениально лев толстой еще в конце девятнадцатого века вот противопоставив церковь и христа христа и церковь вот и в библии это очень выражено так трагично книги откровения в апокалипсисе когда иисус стучится в свою церковь да обычно эту картину мы рисуем для неверующих что вот иисус стучится в двери там сердце неверующих но это неправда это ну можно и конечно так сказать тоже но это вырвано из контекста и совсем в контексте там совсем другой смысл он не стучится к неверующему с неверующим у них нет пробуем нет проблем к неверующим он просто приходит и без всякого стука и а стучится он в двери именно как раз церкви вот у него проблемы достучаться до своих вот к неверующим может просто прийти и все ошарашить его и захватить его своей любовью просто покорить его своей любовью вот но до религиозного человека достучаться очень трудно и вот иисус стучится в двери церкви конфликт вот как бы вот трагизм этой картины в чем и он он говорит что кто услышит мой голос говорит да и отворит мне дверь я войду к нему и буду с ним вечерить и он со мной побеждающий наследует все вот и победа церкви не каких-то там достижений даже победа церкви в том чтобы услышать господа и открыть ему дверь в этом самая великая победа церкви что вот это даже не какие-то там другие иные достижения вот поэтому все-таки хочется чтобы и восточной церкви собрать там в целом православные они очень красивы конечно обрядовые вот я много разных форм богослужения знаю за эти годы узнал за последние 20 лет узнал очень много разных форм богослужений вот от таких очень безмолвных допустим этих старых этих собраний там вот я говорил там амиши там допустим да именно ниты до таких бурных таких ультра харизматичных от таких старокатолических таких помпезных до там таких свободных лютеранских открытых там очень разных служений много разных видел христианстве вот много десятков разных видов служений каждый по-своему конечно интересно каждым в каждом по-своему вот люди свое сердце открывает богу и бог приходит в жизнь людей но вот если брать из этого каллидоскопа такого пестрого христианского богослужений то православие вот как оно существует она знаете жемчужина вот на самом деле очень ну как для меня так но самое красивое служение вообще я пока красивее ничего не нашел вот реально при всем может даже католиком на счетом и вот дело в том что восточная вот это вот культуру сама православная она создала такую литургию на основании храмового богослужения ветхозаветного храма да на основании синагогального еврейского служения взяв за основу на эти формы и наполнила его вот таким христианским миросозерцанием вообще интересно очень даже литургическое богословие то это отдельная тема вообще но как ни парадоксально создав самую красивую форму христианского богослужения именно как раз тем что должно было быть как бы наоборот приближать богу человека этим как раз от бога и закрылись как как в танке просто за реально закрылись вот и это вот для меня большой урок очень даже в жизни большой урок вот я размышлял почему так вот и для меня ответом было вот следующее что очень много вот было привнесено вот такого действительно оккультного бесовского которые учения которые и практики которые ну противобожные противобожные вот вчера мы вот как раз я говорил о соборе третьем вселенском помните до 431 год вот в городе эфесе понимаете ли вот вот сама даже вот современная литургия современное служение православное с тех самых пор да она наполнена многобожием даже скажу так что на практике вот обычный православный обыватель да если он добросовестно читает допустим там молитвенники все он чаще обращается там к богородице каким-то святым другим умершим кому кому угодно вот но не к богу больше того знаете сама личность иисуса она просто теряется она просто теряется и вот эти и в моем храме где я служил там был настоятелем храма и в рязанской области потом брянской области где-то полтора примерно года послужил вот на приходе своим последним в русской православной церкви вот тоже были такие как стен газета такие можно сказать объявление прямо на входе в храме в притворе что там написано было что какому святому в какой нужне молиться да вот и сейчас фактически в любом храме или же это где-то там как стен газета висит или же брошюрки все эти вот популярные ну и конечно же там есть в любом храме какие-то постоянные такие уже в служении бабушки допустим да женщины которые могут проконсультировать тебе тебя значит значит молиться допустим тому 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 пятому десятому ну и сами священники знаете ли так научены уже они реально научены так еще семинарской скамьи что действительно есть очень много разных посредников разных ходатаев в девяносто штом году меня просто осенило что стоп это настолько нелепо ведь написано ибо един бог един посредник между богом и человеками человек христос иисус предавший себя для искупления всех вся библия нового завета говорит нам об одном первом священнике ходатай нового завета и и мне было интересно как же это все пришло в жизнь церкви и когда стал изучать эту тему я просто ахнул думаю надо же неужели вот как бы такая система огромная да и верят вот тому что было привнесено в церковь вот таким образом в этот оккультизм многобожие никогда до добра не доводило это нарушение первой заповеди божьей если 2 заповедь она говорит о идолопоклонстве вот то 1 заповедь она говорит именно о многобожие проблеме многобожие предостерегает народ божий от многобожия книга исход да вот в 20 глава где заповеди были провозглашены но они как бы все эти заповеди они и до того конечно же самого создания человека они ну как бы они были всегда безусловно вот насчет человеческий род всегда просто они были де-факто вот но 3330 почти один год год тому назад они эти заповеди стали до юре фактически они были всегда бог он действительно всегда был богом для всех человеков на этой земле вот и просто люди многие забывали об этом вот и пришло время что надо было все это записать чтобы не забыли чтобы помнили навечно вот и когда бог говорил и записал заповеди то первое что он сказал что я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабства да не будет у тебя других богов при лицо моим конечно мог сказать бы что я господь бог который создал весь этот мир весь белый свет все видимое и невидимое преклонись предо мной но он сказал потрясающе который вывел тебя из египта из рабства из дома рабства интересно то есть бог хочет чтобы мы понимали что он бог свободы он не бог рабства и что мы не рабы рабы не мы что действительно бог он действительно хочет он освобождает он освобождает из пут освобождает из вот этих цепей каких-то рабства выводит на свободу и он открывает нам свое сердце вот это первой заповедью еще и почему потому что он создал нас и создав нас для себя как принято в богословах в богослове говорить он создал нас для себя для общения с собой немного пошло это звучит конечно но но правильно это в чем-то правильно это на самом деле он создал нас на самом деле можно сказать для себя все для себя да дело в том что он есть любовь на самом деле и он нас создал любовью и настолько возлюбил что он даже неправильно на наше решение уважает и знаете интересно что когда человек начинает молиться кому-то еще я это по своей жизни знаю христианской когда моим христианстве появился вот господь был да все а потом когда помимо господа стали появляться там ну богородицы святые поначалу это ну начале было первые разы было стыдно конечно молиться кому-то еще мне я даже там батюшки этому говорили священнику что отцу и она говорю на исповеди приходил и так вот просто пока там провожал его храму от храма и обычно самый первый приходил насчет его от остановки встречал там и до храма несу чемодан ему насчет портрет его эту сумку саквояж вот насчет и пользуясь случаем как раз расспрашивал обо всем ну и потом уже в храме когда все уже заканчивалось все уходили батюшка выходил последний этот старенький это и я ему тоже нес этот саквояж чтобы имел возможность еще там далеко там довольно километра три больше по грязюке этой вот еще то он там не был дороги никакой к этому храму там от конечно троллейбусной насчет остановки на счет и пользуясь случаем я с ним тоже иду и он еще старенький не спеша идет и я имею возможность долго с ним беседовать о том о том и ну и на исповеди конечно тоже и вот я ему говорил что мне говорю ну как-то стыдно вот но молиться кому-то еще вот помимо бога мне ну в церкви вроде этого там не так стыдно потому что все так делают когда все грешат только как бы не так вроде как бы или стыдно вот значит а когда один на один перед богом то как-то ну у меня рот не открывался кому-то еще помолиться настроен пред его лицом как ну как-то я не мог и я ему это сказал я вот серёжа вот сирожа мне назвал сирожа он сам западной беларуси вот начида там мне такое произношение такой говор такой сирожа он сирожа будет ну представь но ты самый умный вот вот в советское время это звучало как проклятие странная культура конечно ну ладно вот значит и знаете вот и представь церковь уже вот сколько существует почти два тысячелетия да вот значит и вот всегда вот мыслили так отцы церкви и все старцы там есть святые там и сергий мессоровский сергий радонежский твой небесный там покровитель там все там все прочее ну да как бы начать да вот и они такие вот и духовные все на счетом им ангелы являлись и все на счетом на счетом и все прочее значит и ну как бы их опыт и и кто ты ну я человек маленький но как бы все равно как-то я ему делился с ним делился но попробовал конечно я помню потом уже спустя годы я вот анализировал то что произошло тогда как я вот оступился я почему это рассказываю надеюсь что особенно те кто видео смотрят просто я получил ночью сегодня спать не получилось даже фактически значит и получил несколько интересных писем вот тоже на email тоже и от православных именно вот это хорошо думаю слава богу что именно именно такие люди религиозные православные вот и кроме всякой критики есть интересные вопросы и вот и вот есть интересные вопросы конечно вот как раз я снова как вчера говорил хочу напомнить что бог всемогущий когда он израиль обличает в многобожии он сравнивает с неверной женой молитва кому бы то ни было помимо бога это как будут прелюбодеяние в его глазах и и знаете ли я скажу так даже основываясь на своему субъективном опыте опыте вот как тогда 87 88 годы как раз вот мои первые опыты многобожия мои первые опыты личные индивидуальные в церкви там но там тем более там пение там красивое служение как бы там вроде это не так стыдно хотя все равно мне как было не по себе вот насчет но когда я начал сам молиться кому-то еще по кнопку молитвеннику все там там пресвятая богородица спаси нас моли бога нас там значит святой такой-то молитву такому-то святому такому-то святому я помню знаете ли вот после таких молитв я не мог совладать сердце было такое у меня ну как будто весь полностью обгадился как будто весь вот так неприятно было я не мог с этим справиться и очень стыдно было перед богом я не мог просто даже поднять глаза тогда к нему впервые за все эти годы я не мог к нему обратиться нормально он стал таким далеким для меня вот потому что между богом и мной возникло целое облако вот этих вот молитвенников какие-то там святых там они затмили просто но это было настолько ужасно просто я как будто в танке каком-то вот какой-то броне оказался вот и чем дальше тем больше но потом уже стало не стыдно уже вот эти первые разы стыдно раз-два-три стыдно а потом уже уже и вроде нормально ну тем более в церкви все так тем более стал человек литературу дополнительную всякую религиозную вроде как бы насчет опыт святых отцов он как бы насчет но все-таки хороший положительный значит значит надо и так я стал как бы тоже подражать этим отцам молодой человек насчет юноша я стал тоже такие монашеские такие эти всякие ну не совсем монашеские под подвиги такие всякие пробовать по благословению конечно своего духовного отца значит готовился к монастырю думал буду монахом вот и и знаете но в девяносто шестом году уже вот какой был кризис я истосковался это потом я понял я не потому не понимал в чем дело что со мной когда начал снова молиться к нему господу только до обращаться к нему и назвал его снова своим папочкой тогда в девяностошем году то знаете как будто пелена спала то знаете вернулась вот то что вот то первое чувство то те первое общение с ним ну он сам спровоцировал снова в общем то да потому что он назвал меня сережей вот назвал мне сережей и его назвал снова назвал папочкой вот и и сказал среди прочего это после всех проповеди эрла штегена как раз на открытая библию свою вот и тихий голос внутри явно не моя мысль но это тихо было как будто моя мысль но это явно не моя мысль и это тихо-тихо внутри так звучало так сережа посмотри а я открыл библию и даже не могу ничего прочесть так вот таком волнении что ли каком-то вот и а пауза я больше ничего не слышу и потом дальше почему тебе было все хуже и хуже как вот эхом таким ты старался больше и больше а было все хуже и хуже и опять пауза небо самому кто ответил я не могу ничего ответить и дальше мысль была такая голос мысль внутри тихо потому что слово моё оно ушло из твоей жизни и все откуда пришло куда ушло кто его знает но в этой паузе дальше было столько всего вот в молчании порой столько сказано что после этого я не слышал потом ничего но я понял что он теперь ждет порой мы пред ним ждем его голоса а порой он ждет перед нами нашего голоса это был тот момент как раз один из таких моментов и это потрясающе в библии порой есть такие высказывания правда синодальном переводе они очень сильно смягчены и изменены к сожалению очень сильно там говорится допустим что допустим авраам был до перед богом вот в оригинале там именно бог был перед авраамом то есть бог ожидал от авраама слова они авраам от бога то есть понимаете там но переводчики просто придумали что подумали так видимо что ну как может самогущий бог на унизится быть перед и ждет от человека значит и взывает к человеку как ну вот они поэтому посчитали что лучше наверное чтобы авраам был вот так вот ожидал перед богом значит наверное наверное хотели быть умнее чем слово божье переводчики но это неправильно надо просто смиренно было перевести так как есть особенно не мудрствуя но переводчики как правило очень много философствуют и свою теологию пытаются навязать насчет своему переводу это грех такой очень древний еще в александрии когда переводили вот насчет сектуагин то знаменитое примерно также вот переводчики на бедокурили даже евреи объявили траву по этому поводу значит потому что настолько иск и исковеркали тору что ну как бы как в украине хай бог мы вы не серьезно потому что там переначали очень много всего вот у вас будет иврит вы поймете в несколько буквально хотя бы текстов разберете надеюсь там как раз на иврите вы поймете что порой библейский смысл он совсем иной чем перевод порой противоположный даже вот допустим там где говорится чтоб даст развод допустим да значит муж в оригинале говорится что он как раз бог ненавидит развод а в переводе говорится чтобы муж дал разводное письмо развод дал то есть другой смысл совсем а переводчикам просто надо было как бы обосновать практику разводов понимаете ли в церкви вот поэтому вот синодальные переводчики они действовали таким образом но и много других причин допустим там ветхом завете допустим илья он противостоит в синодальном переводчике так глупо перевели эти дубравные какие-то там насчет живицы там никаких дубров нет в помине вообще и дубов нет вообще в помине там там по тексту стоит ашера ашторов ашар это эти слова означающие царицу небесную богородицу и все но для синодального переводчика это было ножом по сердцу как-то я переведу так чтобы насчет получается илья противостоял жрецам насчет царице небесной богородицы насчет как бы понимаете для переводчика синодального это было ну как бы ударом ниже пояса вообще вот поэтому надо было придумать какие-то дубравы чтобы начать чтобы вот пусть пусть ну думать что хотят вообще но и а если мол обычный православный обыватель прочтет вдруг надо же или я там под нож пустил богородичных жрецов что-то здесь не так вообще а то и либо дорогу идем товарищи знаете мало ли вопросы будут но и много-много других там вещей вот поэтому учиться учиться и учиться завещал иисус христос вот так вот да и друзья значит и я попытался ответить вот на эти вопросы ночью но хочу в этой лекции сказать очень важное слово сейчас что един бог запомните православные протестанты католики кто угодно нет других богов кроме единого запомните пожалуйста какие бы религиозные доктрины но не витали над нами какие бы доктринах мы не родились каких бы доктринах мы конфессиональных учениях мы не формировались запомним раз и навсегда одно самое наиважнейшее нет бога кроме бога истинного творца неба и земли запомните это пожалуйста друзья и не позволяйте вот всякого рода религиозным аферистам вас уводить в сторону куда бы то ни было в теологии нового завета мы знаем посредничество первого священства иисуса христа он есть действительно иешуа есть настоящий машиах настоящий христос кстати это даже косвенно даже в талмуде десятки есть свидетельств косвенно подтверждающих тот факт что иешуа и есть тот самый машиах долгожданный помазанник бога который был обещан пророком пророками с моисея начиная в пророчествах и вот вчера помните говорил да что в 70 году храм был разрушен да в 30 году было сказано иисусом пророчество вот да значит что камня на камне не останется через 40 лет ровно значит храм был разрушен и в талмуде в разделе йома рассказывающий о йом-ха-ки-пу-рим праздник покрытия грехов праздник искупления или же судный день в русском еще обычно переводе так вот но не совсем правильно потому что судный день он как бы подразумевает ну как бы совсем иное буквально оригинально пур жребий да и йом-ха-ки-пу-рим это буквально как бы день покрытия день всепрощения даже можно сказать довольно интересно звучит и в разделе там йома талмуда там говорится о том что последних 40 лет перед тем как храм был разрушен второй жертвы на йом-ки-пур она не принималась всемогущим богом не принималась а это была самая главная жертва всех жертв самая главная жертва потому что в течение всего года приносились жертвы они расписаны в библии подробно эти жертвы да все они были прообразами великой жертвы на машиаха самого который принес себя непорочного богу мы знаем духом святым вот но самая великая жертва дня искупления она совершалась ну ось осенний праздник осенью и когда совершалась эта жертва то священники наблюдали примет ли бог жертву этого или не примет были разные методики можно сказать вот во времена второго храма были допустим практики такие вот я напоминаю вам насчет о червленых этих нитях лоскуты были белоснежные лоскуты они пропитывались кровью ритуально обескровленного козленочка и лоскуты эти и нити пропитанной кровью вывешивались в храме и священники наблюдали смотрели если эти лоскуты нити они становились белоснежными вдруг во время этого приношения этого дня то священники говорили бог простил свой народ если оставались кровавыми то значит не простил соответственно и потому что вот знак непрощения кровавая вот это вот красный знак непрощения белый флаг белый знак прощения как раз вот именно библейский вот и священники брали за основу местописания из исаи пророка который говорил что если грехи ваши будут как багряная как волна убили тут вот и в оригинальном тексте там говорится конкретней четче багряная непонятно что имеется до багряная оригинально там говорится в тексте иврита что если грехи ваши будут как пропитана я полностью пропитанной кровью тряпка имеется ввиду полностью без следов некрывалых все будет полностью в крови и дальше говорится он как волну тоже не понятно что имеется ввиду Имеется в виду, сделай белоснежно так, как не может выбереть человек. И поэтому священники делали такой тест, проверяли, знаете ли, примет ли Бог жертву в этом году. И в Талбуде говорится, что до того Бог принимал. До момента этого, до 30-го года, ну там как бы, если точнее говорить, там даже три раза по 40 говорилось. 40 лет при некоем Шимоне Цадике, праведник Симон, при нем каждый год лоскуты становились белоснежными. Потом 40 лет было неопределенности. Временами, да, временами нет написано. Но дальше написано в Талбуде, что на последних 40 лет никогда лоскуты не становились белоснежными вновь. Они оставались кровавыми. Это знак непрощения. И это было очень страшным заявлением, таким очень страшным моментом. То есть, получается, с того дня, когда Машех, он провозгласил этот приговор, и когда пролилась кровь Агнца Божьего, именно в том году, в 30-м году нашей эры уже, осенью, священники попытались вновь принести эту жертву всех жертв, но она оставалась непринятой. Священники восстановили завесу, возобновили служение, но все было бесполезно. Потому что уже все совершилось. Совершилось искупление рода человеческого. Совершилось спасение наше. Слава Богу. И, друзья мои, там и много других еще было косвенных свидетельств того, что, значит, действительно Иешуа и есть Машех. Христос, Иисус есть Христос. Вот. На протяжении 40 лет, последних вот этих, опять-таки, 40 лет, там храмовые врата, они сами собой распахивались во время служения. Это огромные врата. Циклопские врата. 20 метров высота. Ого. Это многоэтажка. Представьте, 20 метров высота. Тонны золота на них еще, серебра. Это было одно из чудес света вообще. Если бы не евреи, из антисемитизма лишь в древнем мире царившего не меньше нынешнего времени, этот храм сам, он не назван был чудом света. А вообще-то он приводил восторг. Даже оккупантов, захватчиков. И когда римляне уже в 70-м году шли на штурм Иерусалима, то полководец Тит, будущий император, сын императора Виспасиана, он распорядился, чтобы храм не трогали. Чтобы весь Иерусалим грабьте, все, сжигайте, убивайте всех, но храм не трогайте. Он был впечатлен этим храмом. Но он все равно сгорел случайно. Как говорят, кто там, Чарльз Перджин говорил, интересно, Чарльз Перджин, да, в 19-м веке, что его величество Случай – это псевдоним его величества Господа Бога. Когда напрямую Бог не работает под своим именем, он работает под псевдонимом. Случай. Его величество Случай. Да. Вот так вот, друзья. И поэтому, вот мое наставление такое в этом уроке, сегодняшнем первом уроке, братья и сестры скажем нет многобожию. Скажем нет любой форме многобожия. Знаете, что в библейской, новозаветной теологии, допустим, да, в которой вот живем мы, по-христиански, по-настоящему христианской молитвы мы обращаемся сюда. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Это и теоретически, и практически это достойно. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу.